Сегодняшний обзор будет посвящен зимним видам активного отдыха. Назовем так. Буквально несколько дней назад я начинаю готовиться к лыжному сезону. И поэтому приобрел себе, на мой взгляд, мне лично нужную вещь. Называется она лыжный костюм. Но лыжный костюм, может быть, это громко звучит. Потому что лыжный костюм, насколько я понимаю, это когда наряжаешься в лыжный костюм и двигаешь вперед в горы, к примеру, или в лес на лыжах. Но этот костюм больше будет подходить не именно, чтобы в него надевать этот костюм и где-то бродить по лесу или по горам. Потому что он все-таки больше предназначен для просто зимней активности. Назовем его просто утепленный зимний с элементом лыжный костюм. Пришла вот такая посылка. Коробочка, в принципе, не сильно большая, не сильно маленькая. Такое, что меня смутило, когда я забрал ее сегодня в пересылочном пункте с ДЭК, так это то, что она какая-то легкая. Почему она легкая, не могу понять. Все-таки это лыжное обмундирование, назовем его так. Ну, вес очень легкий. То ли, может быть, я накачался за лето на каяках, гребя по рекам Тулума и Пак. То ли, может быть, когда взвешивали, подложили под весы магнит, чтобы утяжелить вес. Ну, сейчас я хочу вскрыть и посмотреть, что же там за этот лыжный костюм предстоит мне носить. Начинаем вскрытие. А точнее, хирургическое вмешательство. Опа. Все летит по сторонам. Очень хорошо упакован. Оу, здесь какие-то пакеты еще. Мамма не. Здесь просто огромные пакеты. Вот такая фирма. Форвард. Ну, насколько мне известно, Форвард является официальным спонсором, что ли, или, как это назвать, не знаю, наших спортивных команд. Ну, не знаю, как насчет зимних видов активности, но летних так точно. Ну, раз производят зимние вещи, скорее всего, снабежают и зимние. О, ну, достаточно симпатично выглядит. Ну, что, начинаем разворачивать. В комплекте идут утепленные штаны. Ой, слушайте, ну, вообще-то я уже, да, вижу. Качество очень обалденное. На первый взгляд и на первую очередь. Ну, начнем с куртки, да? Значит, куртка из материала, ну, видимо, такого ветра непродуваемого, непромокаемого, ну, на каких-то там этапах. Сама куртка застегивается на заклепке и следом идет замок. Внутри, ну, наверное, синтебоновая подкладка. Здесь идут также внутри подтяжки. Ну, насколько я знаю, эти подтяжки для того, чтобы, когда, допустим, где-то в помещении хочется снять куртку и чтобы не таскать в руках, вы просто снимаешь с себя это и бросаешь, и оно у тебя висит как рюкзак. Потом надеваешь, и все. Ну, в принципе, очень удобно. Мне это очень нравится. Оборотник из флиса. Мягко будет шеи. Внутри карман один, второй, сетчатые, дышащие. ветрозащитная или, как она еще называется, снежная юбка. Так, внутренний карман. Ну, видимо, для телефона, там, не важно, еще для чего-то. Внешний карман довольно глубокий, что очень хорошо будет класть туда телефон и прочее. приспособление. Ну, и здесь тоже карманы довольно глубокие, все на замках. Флаг России. Сзади надпись Россия. Отстегивающийся капюшон. Капюшон выполнен в двух цветах. Основной цвет темно-красный, козырек ярко-красный. Так, теперь посмотрим, что нам предлагают штаны. Так, ну, штаны себя представляют также из такого материала ветра, водозащитного. на задней стороне штанов. Честно, даже не знаю, для чего это и предположить не могу, что это на липучке отстегивается на одной штанине и на второй. Даже что-то не могу понять, в чем смысл это. но, наверное, какой-то они смысл имеют, я так думаю. Внизу, там, где большая часть штанов обычно протирается и загрязняется, когда мы идем по снегу, более плотный материал, он отличается от основного материала. Здесь он уплотнен, также регулируется на застежке замка сбоку-сбоку вижу, да, вижу сбоку замок, где-то до икры отстегивающейся. Ну, кстати, будет удобно на какие-то большие горнолыжные, так скажем, ботинки надевать. Штаны на лямках тоже очень удобно регулируются. Сбоку регулировка по талии все такие же обычные карманы. Надпись Россия. Внутри тоже встеганный синтепон. Ну, а сейчас надо нарядиться, наверное, и посмотреть, как это будет выглядеть на мне. Так, ну вот, в принципе, нарядился я. вот еще забыл, нарукавный карман еще есть на рукаве. Ну, кстати, тоже удобно, сюда я тоже частенько бывает что-нибудь кладу, очень часто регулируется манжет у рукавов. в принципе, я скажу, да, вот я уже сейчас нарядился в него, чувствую, что костюм теплый, но в принципе, могу сказать, что надев какое-то нательное белье, да, для зимних, для зимней активности, не обязательно пододевать какую-то теплую кофту, еще чего-то, просто вполне будет достаточно утепленного белья, для активного зимнего отдыха и надевать сверху куртку и штаны и в принципе можно отправляться даже и в нем куда-то в зимний лыжный поход, потому что сам по себе комплект вообще, почему и в коробке был такой легкий вес, потому что он в принципе ничего не весит, очень легкий, вполне комфортный, нигде ничто не стягивает, поэтому я думаю вполне реально будет на нем и отправляться на лыжные прогулки, ну восхождение в горы, там в сопки, в скитур, возможно будет жарковато в нем, но так как у нас здесь такие погодные условия, что ветрище бывает сильные еще и морозы, поэтому я думаю пусть точно не зажаюсь, вот такой комплект лыжного костюма, до сих пор там так как не заживаю, так как ,